Всем привет! Сегодня я расскажу о кормовой культуре. Жук знахрит. Они неприхотливы к условиям содержания. Данка с субстратом из овсяных хлопьев от рвей больше всего проходит для выведения данных жуков. Раз в несколько недель можно подпиливать кусок яблока или хлеба. Это отличные витамины. Увлажнять субстрат не нужно. Один из главных плюсов это их размножение. Плаяться, но очень быстро. Буквально за месяц ваш контейнер с этими жуками заполнится аппетитными для муровых начинками. Жук не пахнет, мелкий и не занимает много места. Их можно держать в небольших контейнерах, а совсем маленькие колонии можно держать в баночках с поданалитом. Кольцы могут китать, поэтому я держу их под крышкой с хорошей вентиляцией. Добираться у этой кормовой культуры можно раз в 2-3 недели. Появляется еще один приятным плюсом. Кельчинки очень мягкие, поэтому муравьи уплетают их за милую душу. Откидывать муравьям эти кельчинки можно раз в 2-3 дня. Все зависит от вида и размера вашей колонии. Ах да, небольшой минус. Большие колонии на такой кормовой культуре не смогут просидеть. Придется кормить их тараканами или сверчками. Данный кормовой объект стоит относительно дешево. На авито стоит буквально 100-200 рублей, что является огромным плюсом для начальной колонии. То есть, потратив скотера 200 рублей, вы можете обеспечить вашу колонию годовым запасом корма. Это для колонии на год. В общем, вроде бы я вам все рассказал. Пишите комментарии, не забывайте вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok